Нормированный страховой запас стал формироваться с 2016 года. В 2017 году он составил более 174 миллионов рублей. В том числе чуть больше одного миллиона ушло на повышение квалификации специалистов и 126 миллионов на покупку современного оборудования. Откуда формируется этот нормированный страховой запас? Он формируется в результате санкций по результатам контроля качества и сроков и условий оказания медицинской помощи. Надо сказать, что раньше, до 2016 года, эти деньги просто возвращались в программу обязательного медицинского страхования, а сейчас, в соответствии с действующим законодательством, это позволяет нам деньги направлять на те необходимые, нужные медицинского учреждения, в основном, конечно, по приобретению оборудования. И надо отдать должное, что оборудование покупается дорогостоящее, хорошее. Это и компьютерные томографы, рентгенографические установки, УЗИ аппарата, аппараты ВЛ и очень много другого оборудования всего. Было закуплено в 2017 году 150 единиц такой техники. Причем радует то, что основная часть, 106 единиц, были куплены как раз для сельской медицины, для центральных районных больниц. Новый подход позволяет обеспечивать высокое качество оказания медицинской помощи населению и существенно модернизировать материально-техническую базу. Как утверждают руководители медицинских учреждений, порой это единственная возможность приобрести дорогостоящее современное оборудование. Это очень эффективно. Другого источника сегодня в учреждении здравоохранения приобретать оборудование дороже 100 тысяч рублей за единицу просто нет. Мы за два года с этого источника приобрели 4 единицы оборудования на сумму около 10 миллионов рублей. Мы оснастили, согласно порядков оказания медицинской помощи, нашу детскую реанимацию. Новым оборудованием были оснащены городская клиническая больница, Краевая детская, Борзинская центральная районная больница, Тунгокочинская, Оловянинская и другие медицинские учреждения. Екатерина Жукова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.